всем привет рада вас приветствовать в своем зеленом уголочке в своих комнатных джунглях и хочу сегодня обратить ваше внимание вот на этот филадендрон смотрите он занимает весь угол и даже выступает за стеллаж это филадендрон медуза он же расписная леди очень красивое растение хорошо растущие но уже развалилась во все стороны я вынуждена была заправить застойку листья чтобы растение не упала под весом вот этого побега и также здесь еще два побега вот этот уже ложится на соседей и вот там в глубине 3 давайте снимем и рассмотрим вот смотрите какая она у меня красавица эта медуза но уже очень и очень большая все не доходили руки заняться омоложением и при детальном рассмотрении можно понять что омоложение это требовалось уже давно смотрите вот сюда листочек маленький но он последний смотрим предпоследний снова листок маленький а должны быть какие а должны быть вот такие листья то есть листочек мельчает если растение нуждается в омоложении или например в грунте недостаточно питательных веществ и вот на макушке пошли у нас мелкие листочки конечно красивое очень растение вот на этом например черенки и не мельчат листочки но это не значит что можно нам не обращать внимание вот на такой черенок которому явно чего-то не хватает ну и займемся с вами черенкованием да друзья будут у меня излишки черенки буду делать минимум на два листа ну а там как пойдет может быть и на 3 по ситуации я не люблю маленькие черенки если уж делать черенок то с уверенностью что он будет сильным и быстро даст корни приступим к шинкованию нам потребуется секатор да друзья ножницами тут не справится вы посмотрите какие стволики ну вот едва ли чуть не спали с мизинец точно ножницами я такой точно угрызть не смогу хорошие растения мощные сильные и толстые стволики и обычная аптечная перекись водорода это для обработки ранок именно ранки мы сейчас с вами и наделаем а принцип действия точно такой же как и у людей прижигание тканей и дезинфекция некоторые спрашивают а как же перекись действует на растение ведь это лекарство для людей это точно так же и и и и и и и и все по обрезала обрабатываю черенки перекисью вот смотрите вот такой вот прекрасный черенок да но как-то жидкого то смотрится в одиночестве почему я их втроем и посадила но вот совсем по-другому смотрится если добавить еще парочку черенков у этого сорта достаточно длинные междоузлия но я думаю сантиметров 8 точно есть и на одни голые стволики смотреть не очень интересно а вот гораздо симпатичнее когда черенка 3 пусть даже это крупное растение но их можно посадить очень близко к друг другу по той причине что листьев здесь немного и черешки позволяют это сделать плюс у этого сорта верхние листья самые яркие самые пестрые самые такие желтые и расписные конечно хочется чтобы именно их было побольше поэтому я выращиваю медузу или расписная леди на три черенка ну и так все черенки обрабатываю снизу сверху и буду потом просушивать несколько часов филодендроны вообще очень стойкие растения и за эти несколько часов они даже не потеряют тургор вот так то а вот получился совсем маленький черенок но на два листа ну что же делать значит такой но у него два междоузлия и корни могут выйти из двух точек значит я его тогда и заглублю но это само же растение решит откуда выйдут корни а там видно будет в горшке что его не покажу что у меня осталось в горшке вот что осталось в горшке вот так вот медуза моя с облегчением я так долго настраивалась на это моложение все руки не доходили то одно надо снять рассказать то другое вот и боялась долго что она у меня свалится со стеллажа ибо бахнет на все растения которые стоят у подножия а это будет друзья катастрофа наконец-то наконец-то медуза с облегчением тебя эти черенки кстати имеют очень хорошую корневую мощнейшую потому что были в основании всего этого куста и они очень быстро выдадут новые побеги и новые яркие желтые листочки нет это не новый листочек просто вам показываю что он будет вот такой яркий пусть даже 1 будет небольшой ювенильный но очень быстро вот эти растения вот эти черенки набирают мощь до обрабатываю остальные черенки кстати вот эти возможно потребуется обработать несколько раз потому что они сокодвижением и могут очень долго просыхать поэтому вот за этими вот следите и бывает повторные требуется обработки но само укоренение у меня будет на и простейшее просушить и поставить в воду а мы с вами увидимся уже когда появятся корни узнаем через сколько дней они у меня появятся в этот раз вообще сорт очень неприхотливый живучий сильный и очень быстро должны появиться корни вот смотрите какая красота у меня теперь гора черенков тоже будет в излишках друзья вот так что для вас несколько секунд для меня несколько дней и увидимся на посадке и снова всем привет с последнего кадра прошло 16 дней и вот я сегодня провожу ревизию черенков смотрю готовы ли к посадке провожу я такую ревизию примерно раз в четыре дня посматриваю и в прошлый раз мне показалось что рановато из-за некоторых черенков например вот эти большие выдали очень много корней и давно готовы к посадке смотрите какие замечательные корешочки чешуйка отпала как раз она мне нужна в грунте так а вот есть черенки которые меня прям озадачивали например вот посмотрите за 16 дней один малюсенький корень все нету больше корней не тут они не пробудились и тут только один но я его буду сажать сделаю себе пометочку что он у меня слабенький и будет ему дополнительное внимание может к свету ближе поставлю но бывают такие черенки которые не хотят развиваться в воде но с большим удовольствием потом развиваются в грунте главное что он у нас стадии роста есть еще один черенок который меня тоже таки озадачил вот так вот так вот беру в руки нету корней беру в руки нету корней но тургор на месте состояние растения это замечательное присмотрелась а тут сюрприз в пазухе листа вот такой вот букет смотрите несколько корней тут их ну штуки наверное 45 длинные и короткие и тонкие толстые смотрите что мне тут вытворяют эти черенки и как прикажете сажать думала может быть лежа посадить то есть вот эти корни наклонить в грунт и вот так лежа сажать а потом подумала а вдруг почка пойдет с той стороны с которой получается земля в общем друзья я его тогда решила просто хорошо заглубить придется вот по самое по это место и заглублять ну а что делать вообще растение сильное и листья сбрасывает редко может быть вполне себе спокойно отнесется к такому заглублению но у меня больше нет других вариантов потому что вот это все надо погружать в грунт и так придется вот так все это наклонить чтобы поглубже были корни и повыше были листья да с черенками порой приходится ловить вот этот баланс чтобы корни поглубже листья повыше но что же делать если эти листья находятся ниже корней существенно ниже вот задачка ну в общем посажу как он сам просится а там как хочет так водичка вот это я уже много раз говорила напомню снова вода в которой укореняются черенки насыщена гормоны корни образования а также имеет уже определенную микрофлору и конечно черенки будут гораздо лучше себя чувствовать если в новом грунте встретят эту же микрофлору а вот тут особенно видно смотрите сколько осадков это все как раз результат жизнедеятельности микрофлоры все это нам нужно для полива как раз первый полив должен быть обильным и как раз он будет у нас с вот этой их знакомой микрофлоры вот этот большой букет на переднем плане это будущий наш с вами куст на который мы будем долгое время любоваться какой умняшка оказался вот до чего сильное растение пока стоял в воде раскрыл листочки трубочки насветило солнце и слышу такое потрескивание смотрю листочек разворачивается но вы представляете наверное солнышко пригрела размягчила листовую пластину и начал разворачивать вот это растение уже такое большое и крупное я думаю посадить вот в такой горшок так горшок некрасиво сейчас расскажу о дальнейших планах вот так вот по размеру черенков они огромные но не входит вот так вот 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 заглубить так вот это будет примерно размещаться но меньше просто это все не вместить ну а сам горшочек мы поставим в красивое кашпо сразу то в кашпо нельзя сажать чтобы не давать растению большой объем и будет все вот так выглядеть эстетично это для тех кто переживает почему у меня растение в некрасивых горшках но порой требует ситуация чтобы не давать большой объем корневой но и в то же время сохранять эстетику я вот так вот делаю теперь малышню я буду сажать вот в такие вот стаканчики так друзья не смеяться это стаканчик который имеет большое основание а черенки то у нас огромный лопухастый и мне снова нужно вот такое вот основание уже мы с вами сажали имбивать марбл в такие стаканчики хорошо что у меня супруг их себе собирает для своих рабочих целей и я вот у него периодически их заимствую ну и по моему вполне разумно не выкидывать пластик чтобы не покупать пластик заботимся о планете дальше по технике посадки на дне у меня будет дренаж уже здесь разместила можете видеть здесь очень крупный керамзит вот такой остался у меня от чего-то не помню но преимущественно в своих дренажах я использую древесный уголь самый любимый дренаж у моих растений служит источником минеральных веществ раскисляет нижние слои грунта как раз там где и это со временем происходит тем самым предотвращая заболевания корневой системы и также создает те самые воздушные карманы которые так нужны для дыхания корневой системы ароидных хороший такой слой добавила пусть будут большие воздушные карманы растение это большое значит все мы делаем большое и большие воздушные пространства дальше грунт так где бы нам тут разместиться грунт тоже быстренько напомню потому что я говорю о составе своих грунтов каждым видео кому-то уже надоело поэтому пройдемся быстренько к универсальному грунту для подкисления я добавляю торф верховой так как филодендроном нужен слабо кислый уровень ph и для разрыхления добавляю мелкий керамзит примерно фракции 5-10 миллиметров и мелкие вкрапления такие золотистого цвета это циолит наполнитель для котиков барсик стандарт служит источником кремния и влагоудержателем тем самым регулируя наши огрехи в поливе грунт обязательно должен иметь разрыхлители это стимулирует развитие аэробной микрофлоры которая хорошо влияет на корневую систему и подавляет развитие анаэробной микрофлоры которые провоцируют гнили вот так быстренько пробежались с вами ну и приступим к посадке и вот опять у меня вышла такая бригада саженцев что разместиться мы можем только на полу уже всех намыла полила смотрите все чистенько водичку израсходовала ну почти всю в которой они укоренялись старалась очень обильно полить и даже вода осталась но я ее никогда не выкидываю потому что вода полезная я объясняла почему и гормоны корни образования и полезная микрофлора а вот наши с вами растения за развитием которого мы будем длительное время наблюдать я надеюсь что длительное время и смотрите как сформирована когда на три черенка практически симметричная со всех сторон вот такая звезда если смотреть вид сверху черенки так ставила старалась распределяла чтобы листья были одинаковые чтобы не было одна сторона пушистая одна не пушистая и вот мы теперь будем смотреть как она будет взрослеть выдавать новые крупные листочки конечно в новом грунте у нас пойдут снова большие листья ну примерно должны быть вот такого размера вот если сравнить с ладонью примерно с ладонь а это вот листочки которые уже говорили нам о желании пересадиться омолодиться вот как не омолаживать некоторые меня ругают за то что я кромсаю взрослые растения они старались старались растили лианки а я их так раз раз и порезала вот ругаются представляете ну объясню это так порой омоложение просто необходимо истощается грунт израстается само растение сама лианка начинает мельчить листья и растение показывает нам что нуждается в омоложении или пересадки если на эти признаки долго не обращать внимание может даже начаться хлороз растение недополучит питательные вещества начнет болеть и долго жить не будет поэтому друзья я их не кромсаю я их омолаживаю вот смотрите какой симпатичный получился кустик теперь встанет обратно на свое место на стеллаже и не будет ни на кого ложиться я очень довольна результатом я теперь не буду опасаться что это растение свалится со стеллажа и тем самым покалечит мои растения внизу да и внешний вид мне такой аккуратненький гораздо больше нравится ну а на сегодня мы с вами закругляемся я вас благодарю за внимание напоминаю что у нас есть группа вконтакте в которой вы также можете показывать своих зеленых питомцев задавать вопросы кстати там есть кнопка предложить новость вы можете написать какой-то вопрос сфотографировать свое растение спросить если приболела если что-то непонятное по уходу и отвечать даже могу не только я а также и участники группы или например есть желание похвалиться новым питомцем и также участники группы покажут и похвалятся своими питомцами в общем пользуйтесь этой кнопочкой предложить новость мне кажется будет очень интересно друзья а на сегодня у меня все желаю вам всего-всего самого хорошего удачи и успехов во всем и пока пока до скорых встреч увидимся